с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 27 мая общероссийский день библиотек или просто день библиотекарем выбран он не случайно в 1795 году в этот день екатерина вторая основала первую государственную общедоступную библиотеку называлась она императорская публичная библиотека которая сейчас носит другое название российская национальная библиотека самой же первой подобной организации на руси является библиотека при софиевском соборе в киеве которая была основана ярославом мудрым в 1037 году у родившихся в этот день 1882 год в этот мир приходит сергуар дженикидзе профессиональный революционер эпохи сталина который покончил жизнь самоубийством год 1923 рождается генри киссингер американский политик лауреат нобелевской премии мира 1973 года киссингер получил степень доктора философии в гарварде в 57-м его книга ядерное оружие и внешняя политика утвердила его как эксперта по внешней политике и международным отношениям и в семьдесят третьем никсон президент назначает его государственным секретарем киссингер был основным проектировщиком внешней политики при администрациях никсона и форда много в политике по отношению к ссср зависело именно от этого человека политтехнолог киссингер как-то сказал власть совершенно обольстительно также в 1934 году родился вячеслав шалевич актер в 1949 году вокалист группы цветы александр лосев а в 1960 году советский рок-бард александр башлачев ну а теперь о некоторых событиях этого дня в 1525 году был казнен предводитель германского крестьянства томас мюнцер священник доктор богословия выступал и против догматов католицизма и против христианства как такового вообще отрицает царство божье он считал что оно должно существовать на земле в образе лучшего общества будущего ну а возникнуть она естественно может только в результате революционной борьбы народа против угнетателей у него оказалось более 8 тысяч единомышленников в одном из сражений против князей угнетателей раненый мюнцер был взят в плен и его казнили причем изуверски сначала выкололи глаза а затем отрубили голову 1905 год представлена публике панорама обороны севастополя 1854 55 годов идея создать храм памяти народного подвига при защите отечества возникла у профессора баварской королевской академии художеств мастера панорамной живописи франца рубо еще в 1896 году в этот день в 1905 году эту замечательную панораму открыли для публики в 1937 сан-франциско проходит церемонии открытия знаменитого моста золотые ворота сооружение абсолютно фантастическое на то время длина 1280 метров шесть рядов для движения транспорта и целых два для пешеходов подвеска конструкции над проливом на двух канатах толщиной без малого в метр наконец стоимость шедевра 35 миллионов тех долларов 1977 год утвержден государственный гимн ссср который просуществовал до распада ссср в 1991 году правда музыка в итоге осталось 1994 год солженицын возвращается в россию спустя 20 лет после изгнания вместе с семьей он прилетает из сша в магадан после из владивостока проедет на поезде через всю страну и закончит путешествие в столице на ярославском вокзале москвы солженицына встречали несколько тысяч граждан двухтысячный год преподаватель британского университета некто ричард вайзман организует в лондоне погоню за призраком обезглавленной британской королевы екатерины в погоне принимают участие несколько сот человек считается что призрак екатерины казненный собственным мужем королем генрихом восьмым основателем англиканской церкви особенно активно перемещается в лондонском дворце хэмптон и его окрестностях 2002 год сенсационные данные наса не глубоко под поверхностью марса обнаружено огромное количество замерзшей воды лед находится на глубине одного метра и засыпан слоем космической пыли пилотируемые экспедиции которые ответят на данный вопрос есть ли на планете жизнь отправиться на марс в ближайшие 20 лет ждем 2003 год пушка петропавловской крепости выстрелила три раза вместо одного а куранты сыграли боже царя храни многолетняя традиция была нарушена в честь отмечаемого трехсотлетия города на неве одновременно с выстрелами пушки открыт памятный знак честь юбилея города установленного у государева бастиона крепости на месте с которого и начинался санкт-петербург но еще одно событие дня 1930 год американец ричард дрю запатентовал прозрачную клеющуюся ленту скотч как-то раз в автомастерской будущий изобретатель заметил что при покраске кузова в том месте где поверхность нужно было покрасить двумя или более цветов разделительные линии получались неаккуратно через некоторое время ричард действительно принес рабочему клейку ленту шириной 5 сантиметров с пластырем на каждом краю при испытаниях это лента скукожилась из-за некоторых недоработок на процесс усовершенствования ушло около пяти лет первый в мире скотч был сделан из каучука масел и смол на целлофановой основе он был водонепроницаем и противостоял широкому диапазону температур первоначально использовался всего лишь навсего для упаковки обертки для пищи на сегодняшний день семействе скотчей почти тысяча наименований и ведь точно бывает согласитесь моменты в жизни когда именно вот прям сейчас нужен именно он самый простой и удобный скотч с вами был николай пивненко в проекте дата